Ситуация в том, что с 17 июня мы не можем получить товары, за которые мы оплатили 100% предоплаты. Вы лодку заказали? Мы заказали лодку, прицеп к ней, эхолот, якорь, якорную намотку, по мелочи, там спазжилеты, часть мелочевки. А где заказывали? Магазин про лодки. ООО Артодор. Это шоссе энтузиастов, где мы сейчас находимся? Это шоссе энтузиастов, какая-то тут западная зона, владение 1А. Часть товаров, ну мелочевку мы получили, два спазжилета, якорь, якорную намотку, эхолот. А основные товары, лодка, прицеп, два спазжилета, еще по пару наименований, эти товары мы не получили. Нас кормили-кормили завтраками. Потом мы приехали, написали заявление на возврат денежных средств. Возврат денежных средств должен был быть. Ну и вы прицеп получили? Да, прицеп мы получили. Поставили его на учет в ГИБДД. Все как положено. Через три недели мы выяснили, что на данный прицеп, который нам порекомендовал менеджер магазина, наша лодка, которая должна была нам прийти, она на него не встанет. Прицеп слишком маленький. Мы позвонили в магазин, они сказали, ой, да, действительно, прицеп вашей лодки не подойдет, но мы вам его заменим. Но вы уже на учет поставили. Мы на учет уже поставили, да. Мы вам его заменим. Мы найдем способ, да, все мы вам поменяем. Когда придет ваша лодка, мы заберем у вас прицеп старый и новый уже, который подходит, мы вам предоставим. При этом с прицепом вопрос так и не решился. Когда мы приехали писать заявление на возврат денежных средств, это было 10 сентября. Это же прошло два месяца практически. Июнь, июль, август, уже почти три месяца практически. Мы приехали писать заявление на возврат денежных средств и привезли сюда прицеп. Ну, потому что нам он не нужен, а так как они обещали вернуть деньги, соответственно, мы им привезли, чтобы у нас он в огороде не стоял, не пылился. Но вы какие-то документы оформили, что они приняли, что прицеп у них находится? На заявление о возврате денежных средств сотрудник магазина написал, что прицеп принят такого-то числа и стоит в магазине про лодки. А вы документы отдавали на прицепы? Документы у меня. Вы просто им отдали прицеп? Мы отдали прицеп, да, потому что у меня должны быть какие-то гарантии, что мне потом вернут деньги за этот прицеп. В итоге проходит месяц, денежные средства нам так и не возвращены. Мы приехали писать требования, чтобы с целью того, что если в течение 10 дней по этому требованию нам не вернут деньги, мы подадим исковое заявление в суд. Когда мы приехали в субботу, приехали сюда в субботу, у нас приняли требования, расписались, поставили печать. Мы захотели прицеп забрать обратно, потому что понимали, что им вообще ничего не получат. Ну, к директору магазина я обратилась с вопросом. Он здесь сидит, находится? Да. Говорит, Павел Павлович, мы бы хотели забрать прицеп. Он говорит, да, без проблем, мы вам позвоним, когда вы можете его забрать. Где мой прицеп? А он у нас на складе под замком. Как он может мой прицеп ездить с документами, которые находятся у меня, ездить по городу без документов? На что, ну, он ответил, что нам нужно было перевезти лодку, и мы воспользовались вашим прицепом. Нормально. Все? Когда я сказала, дайте мне мой прицеп, он сказал, ну, мы вам позвоним. Мы вам вернем его, мы вам его привезем. Когда позвоните? Ну, вот, ну, как только будем решать вопросы, мы вам позвоним. На что я сказала, что меня это не устраивает. Пожалуйста, привезите мне прицеп в понедельник. Он сказал, нет, давайте мы с вами в понедельник договоримся о конкретном времени на вторник, и во вторник прицеп будет у вас. В понедельник никто не позвонил, во вторник ко мне никто не приехал, сегодня среда, соответственно, не ответный привет и тишина полная. Пойдемте посмотрим, что они нам скажут. Уже? Павел Павлович, можно вас на минутку? Здравствуйте. Он, собственно, генеральный директор организации этой, который до этого был нашим менеджером, который... Понятно. Вы можете пояснить, по какой причине деньги не вернули клиента? Нет, потому что нет. Денег нет? Да. Но вы держитесь. А? Денег нет, но вы держитесь. А, прицеп. А, прицеп сегодня доставил. Кстати, может, если... Вы бы сами смогли его забрать? Нет, не смогла бы. Ну, вот у нас с паркопом проблема. Стоит на метро Владыкино. А вы, получается, те деньги, которые оплатили, или вы не оплатили? Мы оплатили 100%. Вы использовали не по целевому назначению, на свои нужды? Ну, компания использовала. Ну, понятно, компания. Вы руководитель? Сейчас, да. Вы несете ответственность за компанию? Ну, да, с 24 сентября. Ну, вы принимали компанию с долгами или без долгов? Ну, не новую компанию, а с долгами. Значит, вы несете ответственность. Да, всегда. Давайте этот вопрос сегодня решим каким-то образом. Нет, я же говорил, ничего не изменилось. Сейчас привлекаются деньги, мы возвращаем. То есть, по прицепу, горящая ситуация сегодня. Прошло уже более 4 месяцев. Ну, и что мне, напечатать вам? Что вы хотите? Давайте я имущество продадим здесь, которое... Ну, давайте я продам. Или вы хотите моё имущество продать? Нет, вы его продавайте. Ну, вы считаете, что ни одной сделки не произошло после того, как вы, ну, завязали у меня деньги? Почему я считаю, каждый день продаж у нас есть? А почему вы не отдаёте деньги? Ну, так вот... Вы, получается, те деньги отдаёте за товар поставщику вашему, производителю, а клиенту деньги не возвращаете. Это, получается, керамида. Вы используете деньги и каждого клиента просто откидываете и каждый последующий должен оплачивать предыдущего. Нет, но наш вопрос. У нас компания с прежней бизнес-моделью убыточной. То есть, эти убытки зафиксированы. Мы сейчас перестраиваем и структурием это всё, и предыдущие все вот эти вот долги, там есть ли клиентов, мы привлекаем обратные средства и отгружаем. А вы откуда привлекаете обратные средства? За счёт других клиентов или какие-то свои? Не свои, за счёт новых партнеров. Ну, партнеры, они же должны получить эти деньги потом. Конечно. А каким образом вы будете отдавать? За счёт других клиентов? А я вам должен рассказать, как? Нет, я просто не понимаю, здесь есть состав преступления или нет. Вы пирамиды устраиваете или продаёте товары, как магазин? Когда вы деньги используете на свои нужды, а каждый последующий клиент оплачивает предыдущую покупку. Получается так, что вот за этого клиента должен кто-то прийти и заплатить деньги. А как вы по деньгам это отследите? По своим номерам купил? Нет, это 50-й, 51-й счёт по бухгалтерии, приход и расход. Когда человек к вам в кассу внёс и куда вы эти деньги направили. Вот и всё. Здесь элементарно. Именно эти деньги? Без разницы. Которые деньги вам упали на счёт и куда эти деньги вы израсходовали. Была оплата или нет? Если оплаты вообще не было за лодку производителя, это мошеннические действия. Если хотя бы частично было оплачено и лодка началась изготавливаться, то здесь, значит, форс-мажорные обстоятельства с финансовой трудностью компании. У нас тут однозначно трудности. И, как я говорил, там всё... Ну, я вашу реакцию понимаю, то есть, вы просто ждёте и ждёте, ничего не меняется. Я говорю, я только 24 числа делал. Хотя бы частями оплачивали бы. А какой сумме речь идёт? 200 тысяч. С небольшим. 200 тысяч. А 200 с небольшим это сколько? Ну, сумма она как бы не маленькая, но для наших оборотов она... 200 тысяч 574 рубля и, естественно, убытки и моральный вред мы хотим тоже разместить в размере 30 тысяч. Потому что у нас... Ну, смотрите, если идёт в досудебном порядке вопрос решить, то они таких... Нет, если идёт в досудебном, да. Не, ну, мы и плюсы всё равно уверяем в досудебном, потому что судебно это ещё дороже там... Ну да, это плюс ещё адвокату будут платить. Колян, можешь ответить? Да. Потому что это же дольше, потому что если... Мы со всеми нормально общаемся, у нас есть заказов там 7-80, потому что мы не успели. Мы каждый день по 1-2 заказа ставим. Нам просто 4 месяца прошло, лодку... Мы писали заявление на возврат денежных средств 10-го сентября. Прошло? Понятно. Вы рассуждаете всё правильно. Как будто вот они лежат, мы рыжим, чтобы вам отдать. Мы же... Послушайте, пожалуйста. В любую сделку входит ваша дельта, ваша прибыль. В любую абсолютно. Эти сделки у вас проходят каждый день. За счёт вот этой какой-то дельты вы можете что-то... Эти деньги идут на зарплату и на хозяйство нужное. Это же административная проблема, да? Если мы делаем где-нибудь от 30 тысяч, что мы должны по этой схеме у вас ещё, с вас ещё просить? Хорошо. Если у нас деятельность убыточная. Значит, надо её закрыть. Чем дольше вы зафиксуете, тем больше вы уходите в минус. Ну, я же с вами не консультировался к этому вопросу. Я-то это знаю. То есть у нас есть какие-то фиксированные обязательства... Ну, подождите. Вы знаете, что вы убыточные и вы продолжаете работать? Ну, судя по всему... Предыдущая деятельность убыточная. А сейчас она прибыльная? Ну, сейчас мы... У нас... Ну, не буду всё рассказывать. У нас есть новые договорённости. Там издержки у нас режутся в пять раз. Может, понимаете, не за один день. Куда вы переезжаете? В последовательность действий... Ну, ещё не могу сказать. То есть, в последовательность действий определённая идёт. Ну, как минимум, через месяц какой-то будет эффект. Плюс, параллельно обратные средства увлекаются. Надо закрыть текущие обязательства, чтобы они не высаживались. То есть, одновременно ежедневно делать прибыль и закрывать текущие обязательства. Я думаю, это будет, ну, там, ещё две недели назад. Ну, как бы, не так быстро всё идётся. Как быстро. То есть, мы работаем с тринадцатого года, если я так понимаю. Вы давно работаете? Мы о вас знаем. Поэтому, вот, были удивлены, когда нам сказали, что у вас такие сложности. Там форма однодневка, мы там что-то один сезон поработали, сайт схлопнули и так далее. Потому что даже был прецедент. У нас на сайте, там, в блоге, есть сайт, который он под нас украсил, наш андекс писал. Но они стабильно один сезон открываются. Даже сайт экспертной компании открывают, в основном с регионами работают. Теперь номер отдают, типа, ну, и ровно год работает, и всё, их нет. Там сюда и полиция приходила, и всё. И, ну, это непосредственно мошенничество. Предоплату, понимаете, и всё, их нет, в принципе. То есть, самая известная компания, ну, в тринадцатом году. Ну, а то, что вы известные, это не говорит, чтобы не обманули клиента. Понятно. Ну, это, хотя бы, говорит о том, что у нас мотива не было, что-то там, пирамиды скроете, направлено что-то там, кого-то кидать и скрываться в Италии. Послушайте, пожалуйста, 17 июня мы ждём лодку. Неоднократно, по нашим звонкам, говорят, мы вам перезвоним, мы вам перезвоним, вводили в заблуждение, что лодка будет то в субботу, то в понедельник, то во вторник, то в среду. Ещё раз напомню, каковы? Виндбот 42... Виндбот 42Н, да. А, вам только деньги, лодка вообще не нужна. Потому что она в Питере готова, мы сегодня, кстати, 38-е отгружаем. Нет, она не нужна. Уже нам нужно вернуть свои деньги, понимаете? Ну вот прям сегодня тоже будем забирать 38-й виндбот. Такая же ситуация, аналогичная. Уже нашли, клиенту сегодня отгружаем, можно даже проект посмотреть. То есть, мы каждый день один заказ так с отгружаем и новыми отгружаем. И сколько у вас получается таких клиентов? Ну, грубо, там не больше 10 где-то. Не, вообще у нас 10 продаж в день движения оборотов. Ну, прям... Ну, это неплохо. Нет, я имею ввиду проблемных клиентов таких. Ну, это было около 10, которые прям вот просрочены или конкретно? Ну, причём просрочены-то на 4 месяца, практически полгода. Вы пользуетесь чужими деньгами. Ну, там производство было под заказ, ну, месяца полтора-два. А когда вы лодку заказали у них? День в день? Потому что вот клиенты ваши звонили на завод, а вашей лодкой даже на производстве не была. Ну, сразу не была, то есть, не была. Ну, то есть, не была. Ну, то есть, пожалуйста, пошли. Ну, хотел сразу на Минботе звонить, чтобы они тогда её продавали, получается. Да. Потому что она-то готова, на заводе стоит. Ну, не нужна, то есть, не нужна. Ну, где она? Ну, как бы и вся история. То есть, тогда... Если вы там как-то идёте по юридическому пути, там у вас, я не знаю, блоги на ютюбе, что-то, что-то, но как бы идите. То есть, быстрее, чем я их получу, плюс-минус там, несколько дней, я их не отдам. И не печатаю, не ворую их и так далее. Там вся история. Кучаю плюсом ещё. А там, в любом случае, там, где-то, подарки какие-то и что-то, ну, чтобы как-то загладить всё эти дыры. Вот вся история. По прицепу он стоит. Как его забрать сейчас? А где он стоит? Метро Владыкино. А как он там оказался? Ну, мы на нём лодку перевозили. То есть... Без документов? Без документов, да. И воспользуясь чужим прицепом? Воспользуясь чужим прицепом, да. Ну, это же неправильно, нехорошо и некрасиво. Незаконно. Ну, вы знаете, вот у меня товар стоит, я сейчас... Ну, хотя бы уведомили бы хотя бы приятно. Чья-то лодка стоит такая-то. И когда мы вот это вот везли... А там машины на улице стоят очень много. Там тоже неизвестно, чьи они. Не хотите воспользоваться ими? Ну, ладно, всё, лирика. Давайте всё-таки по существу. Когда человек получит деньги? Я только что сказал уже тогда. Конкретная дата есть? Конкретная дата, скажите число. Вы мне говорили конкретно, что вы во вторник привезёте мне прицеп. Сегодня среда. До среды же я говорю. Нет, мы говорили, что в понедельник вы мне позвоните, договоритесь о времени, когда вы во вторник мне привезёте прицеп. Алло, алло, Максим. Приветствую. Вы у меня клиент в магазине по Минботу. Я просто там, ну, не все заказы сейчас ещё успеваю тебя обрабатывать. В общем, там только возврат денег у нас будет. То есть 38-й мы отгрузим. А 42-й уже там, ну, никак. Ну, если там долго будет, то, не знаю, может, будем потом наступать, как всё наладится. Если не найдёшь. То её в производство отправили тогда, когда мы уже написали заявление на возврат денег. Ладно. Ладно, да. Всё, отменили? Да, да, всё, там отбой. То есть уже деньгами будет очень. Так, по прицепу. Колян, там этот прицеп, прицеп. На наш прицеп, если на один, на другой? Ну да. А вам куда доставлять? Да он сейчас смысл от этого прицепа. Во-первых, он маленький. Ну, он мне не нужен. Мне нужны деньги на завтра. Ну, так и говорите. Так мы так и заявление написали. Ваше заявление читаете, которое мы пишем? Требовое заявление. Ну, вы сейчас на камеру прикалываете или что? Сейчас пока нет. Вы же пришли в субботу и сказали, потом подошли и говорят, прицеп я заберу. Я сейчас пока на рецепт что-то трачу время, но мне не тратить время. Просто клиент боится, что останется вообще без денег, без прицепа. Скажите, кто либо то, я бы легко... Клиент хочет деньги получить, всё. Прицеп мы вам не везём, всё. Но если лодки нет, для чего прицеп нужен? Я не знаю, зачем нужен. Нужен, либо не нужен. Вот если бы он был в субботу, я бы его забрала, чтобы хоть была какая-то гарантия, что у меня хоть что-то остаётся, понимаете? Потому что я не уверена, что... Ну, короче, базар за всё полностью, в том числе за прицеп. Всё, нам же вернули прицеп. Да. Всё. Сроки примерно такие же. Ну, документы я вам... Какие сроки? Ну, я же сказал, несколько дней, примерно. Ну, несколько дней, день, два, десять дней. 45 дней – это тоже несколько. Нет, давайте всё-таки конкретику. Ну, вот что, я не понимаю. До какого числа вы обязуетесь вернуть денежные средства в полном объёме? Если как-то юридически обязуюсь, а там... Нет, нам достаточно вашего слова. Если вы слова не сдержите, мы просто придём к вас в кошмаре. Ну, около 10 дней, я же говорю. Потому что мы, в районе 15 числа, мы должны тут организовывать весь переезд. Сейчас у нас по-новому всё запускается. Новые там идут обороты средства у нас. И, соответственно, чтобы мы работали по-новому, она за две старые. Переезд куда у вас организуется? Переезд отсюда? Ну, ещё нет полностью оберенности. Да не может быть такого. Ну, то есть вы нам сейчас скажете 10 дней, и через 5 дней вас тут не будет. Ну, я говорю, очень много чего нету здесь. И вы не говорите мне, чтобы всё это продали. Ну, у вас постоянно какая-то экспозиция. Пусть, пожалуйста, какой у вас, я не понимаю. Задёте на сайт, посмотрите в контактах. Что, ну, виртуальный магазин? Ну, может, там же сайт больше не обслуживается или так далее. Ну, может, ты иметь авиату, пасти или что? Да? Ну, понятно. Может. Или надмирал. В момент зарегистрирован действующие платы. Ну, мы вам поверить не можем, потому что вы уже морозите человека в 4 месяца. В чём поверить не можете? В том, что вы приняли на себя, как юридическое лицо договорные обязательства, 4 месяца назад. На течение месяца, правильно? Ну, так я тебе дверьте от меня, вы что хотите, я не понимаю. Так. Я должен вам сказать, куда я переезжаю, адрес точно сейчас? Было бы неплохо. Было бы неплохо, чтобы вы сейчас вообще отдали деньги. Мы хотим вот этого. Я не хочу про адрес, пока я не перееду рассказывать. Ну, как это, у меня свои, там, тараканы. Я хочу спокойно переехать. Мы на сайте это всё меняем информацию, там, мы рекламу даем и так далее. Сейчас, секунду. Алло. Да. А, так общались же только что. По лодке. А, ну, нет, всё это уже поговорили. Вы, ну, если там юридически подкованы, вы посмотрите, у меня крапийская, московская фирма давно работает. Ну, куда? Это не является, это не является гарантом того, что вы вернёте деньги. Вы можете мимо неё потом ходить. Тогда то, что я скажу адрес, куда мы переедем, это гарант, что мы деньги вернем? Да. Да. Потому что вы там не сможете работать, пока деньги не вернёте. Так мы и тут не можем работать, пока деньги не вернем. Поэтому распаду. Видите? Замкнутый круг получается. Одно другому не мешает. Ну, сейчас вы пропадёте, как вас буду искать с кем? Нет, я ж ничего не сочиняю, лишнего не говорю. Я говорю, зачем вам адрес? Вы говорите, вы работать не сможете на новом месте. Так и трудно работать и сможете на новом месте. Как это? У нас в воскресенье с 15 числа на сайте будет новый адрес. А, и тут ещё будет висеть реклама, куда мы приехали, потому что мы тут стоим. Тут два года, на третьем тоже стояли год и на первом стояли полгода. То есть тут поток клиентов постоянно идёт. И тут будет реклама, чтобы они туда уходили, потому что мы бесплатный клиент. То есть на сайте будет информация, потому что сейчас, как вам пообещать, я вам позвоню и скажу адрес, но я физически не успеваю. На меня всех переводят, я один. Просто на сайте посмотрите адрес и всё. Просто мы к чему с этим адресом? Вы говорите, что вам нужно 10 дней, чтобы расплатиться, но при этом же говорите, что через 5 дней мы приезжаем. Ну и что? Ну, это как бы... Ну, вот у вас кто-нибудь возьмёт в долг, грубо говоря, да? Вы спросите, через сколько ты отдашь долг? А он тебе скажет, там, допустим, через неделю, но через два дня я улетаю, там, не знаю, за границу. Вы же знаете, где я буду находиться? Да. Но куда не скажу. Наводит на мысли, согласитесь. Ну ладно, давайте, вы пока думаете... Каждое утро приходите сюда, пока я тут-то такая, уйти меня, я не знаю. Вы понимаете, что вы хотите-то? На следующее утро мы приедем. Я смотрю, вы хотите. Какого-то доверия, но не доверяйте. Давайте проще сделаем. Вы пока думаете, где деньги возьмёте, рассчитаться с клиентом, а мы будем эти деньги сдать. Ну, отличный вариант. Про прицеп тоже нам так проще пишут, головняк, и так, и так, как хотели. Давайте тогда мы, может быть, договор расторгнем или переоформим, потому что он прицеп оформленный. Вот это, а, по самому прицепу? Конечно. Каким-то образом, это же надо... Вы его на учет же ставили? Конечно. Либо как купли-продажи делать, либо его как-то переоформлять на вашу компанию. Вы же на баланс его не будете вешать. Вы, как агенты, можете его перепродать. Так, а вас за... Ну, вот вы вернули, там ещё, да, прицеп чуть-чуть сложили. Ну, вы с этим вопросом обещали разобраться ещё в конце июня, помните, да? Ну, да, не хватает людей. 7 человек убрали. У нас, понятно, не касается. Ну, там, в короче, как найдём покупателя, потому что надо его на кого-то переоформить. Ну, переоформить и на себя. Ну, на АСП я мерила. А не на баланс, но вот тут поставить. Хотите на себя, как на физлицо? Не, у нас на... блин... Нет, ну зачем им ставить на баланс? Это же товар. Они просто у меня купят товар, который они потом... Они берут себе на баланс. Если они деньги вам отдают, они, получается, должны его на баланс поставить. А потом продать. Нет, просто тут же фишка. Это же вообще всё просто, если не регистрация. Вот, соответственно, если мы вас возьмём в выходе, нам придётся его на себя зарегистрировать. Да мы его опять не... Ну, то есть... Бессмысленно зайти. Надо его один раз конечного продать. То есть тут не вопрос... Нет, смотрите... Прицеп и так у нас. И деньги так вам должны. То есть тут клиента найти. Ну, я так понимаю. Документы-то у меня. Это дело не документы. Просто потому что прицеп у них... Ну, документы тоже не проблема. То есть мы как клиента найдём, мы вам... Ну, допустим, клиента нашли быстрее на прицеп, чем на всю сумму вазах, например. Чисто отдали за прицеп деньги, вы дали документы там... И вас остаётся только вот там. Ну, в теории так. То есть тут главное, конечно, найти покупателей и всё. То есть прицепа у вас нет, но у вас есть гарантия, что если он продастся, деньги вам вернутся. Ну, я тоже так думала, что если документы у меня на руках, а прицеп у вас... У меня есть какая-то гарантия того, что этот прицеп не исчезнет бесследно. В итоге он катается по городу... При увеличении он покатался один раз... Ну, это я не знаю, сколько раз... Вот я знаю, один раз покатался и не исчез. Пока. Его могу сейчас в видео снять прислать. То есть он никогда не исчез. Он стоит на базе. Давайте вы тогда подумайте, как вопрос решить с клиентом, а мы будем ждать. Ну, я сказал сроки, это около десяти дней с запасом. Сегодня... Нам бы хотелось быть и раньше. Сегодня десятое. А мне саму раньше хотелось. Мне что же и вас мучить. Я представляю, что вы там про меня рассказываете. Пока я с ним не рассказываю. Я сам дышусь недовольный, если что-то не так. 6 октября у меня написано, да, к вами подписаны требования, которые вот в течение десяти дней от апитаты может являться основанием для подачи искалового заявления в суд. Ну, давайте договоримся, что вот 6... Там же 6 обочих же идет, правильно? О, в смысле 10. 10... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9... Ну, до 19, получается. Ну, это, как я и говорил, пример. Ну, чуть меньше. Так, сейчас прошу, прошу. Ну, я так понимаю, они только на славах готовы все вернуть. И по факту вам эту же сказку рассказывают на протяжении 4-х месяцев. На протяжении 3-х с половиной месяцев. Сочувствуют, поддерживают. Да, да, очень вежливо, очень корректно. Все обещают, мы вам позвоним, мы вам перезвоним, мы вам все перевезем, мы вам там через 3 дня, потом через 5 дней, потом через... Потом завтра, потом опять... Испытывают ваше терпение. Ну, да. У вас есть еще? Уже заканчиваем. Раньше был другой человек, да? Директором был другой человек, Дмитрий. Да, мы с ним тоже общались. Он тоже... Так же? А? Ну, так же. Завтра, завтра, через 9 дней. Сначала так же. Потом он говорил, все это дело принципом. Деньги у вас там... Или лодка сначала у вас будет там в субботу. Потом в итоге, когда... В тот день, когда должна быть, по идее, лодка, мы ему звоним. Это был выходной день, в субботу, он обещал на субботу. Он... Муж с ним разговаривал, чуть ли не открытым текстом его послал. Типа, не звоните, не больше, а дочка отдыхает. Ну, после этого... На ваши деньги отдыхает? Ну, может быть, да. После этого, в принципе, практически сразу директор и стал ходить получше. Ну что? Предполагаю, вызвать сотрудников полиции нужно. Да. За кошмар. Да? Да. Пусть они пока ищут деньги. Мы пока здесь будем ждать их и полицию. Пока будем ждать деньги, будем вызывать полицию. Сейчас просто... У него машина есть, интересно? Да. А, вместе с прицепом 200 тысяч, да? Получается? Плохо, что не 250. Так, третья часть сразу. Ну, у меня 200 тысяч вместе с прицепом. При всем при этом у нас не было полной суммы, то есть нам пришлось оформлять рассрочку, только за которую мы теперь платим даже месячные платежи. В общем, вы сделали доброе дело для компании, как инвестора. У нас будет тут метров сто у нас будет, ну и много-много чего, чтобы мы как раз и делали то, о чем вы говорите. Компания убыточна, то есть будет не убыточна. Но это не по щелчку делается. Понятно. Ну давайте, мы тогда будем ждать деньги. Вы пока думаете, как клиенту вопрос решить. Ну, все понятно. Дегами решить, извинениями. Ну, извинения, это второй вопрос. Извинения, это последнее дело. Тут главное вопрос с деньгами решить. Без извинений прожить можно, а без денег без его. Деньги плюс извинения лучше, чем просто. Ну, мы и деньги, и извинения ждем уже очень долго. Если вы клиентно-ориентированная компания, вы решите этот вопрос. Ну, куда деваться? Однозначно. Логотип он сам рисовал, все с нуля. Душой. И не наемный. Представляете, вот так раз и за один день все похерите. Не бывает этого. Было бы неприятно. Нет, нет. Не тот случай. Ну, откуда вы знаете? Независимость слышали? Автодилер, который был в тройке лидеров по всей России. И нет его теперь. Тоже все было хорошо. Ну, я не знаю еще историю, поэтому не могу судить. Принцип тоже был. Были сначала финансовые трудности, потом начали деньги выводить из оборота на свою компанию. И получилось так, что автомобили продавали, но их не было. Вот как с лодкой. И не выдавали. И по факту очень много клиентов, пострадавших, пришли и начали это раскачивать через СМИ, через прокуратуру, через комитет. Все. И рухнул. Целая такая империя независимости. Читайте о ней. Она с 1992 года существует. Существовала до прошлого года. Что они там делали. Продавали БМВ. Премиум класс. Ну давайте тогда ждем. Спасибо вам. Да и вас спасибо. На связи тогда все. Объезжаем. Нет. Так, давайте, звоните. 102. Палаток нет? Тут только лодки, да? Да. Поплаваем, да? Тут есть тент. Тент. Вот такие дела здесь творятся. Не надо предупреждать, что мы 102. Зачем? Они сами все увидят. Они сами услышат увидят. Придут. илы, 내연. 32. Д accomplи. Извук, ну, кто-то еды. Субтитры подогнал «Симон»